Седьмой номер «Альманаха» вышел в канун празднования Дня поэзии. Его презентовала руководитель Литературно-художественного объединения «Парус» Надежда Казанина. Она вручила благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество с анапскими литераторами, членом редколлегии. Главный редактор Ольга Хомич отметила значимость «Альманаха» для нашего города. Художники, розайки, спасибо огромное вам за то, что вы создали этот «Альманаха» уже в седьмой раз. Концепция «Альманаха» в том, что печатаются здесь исключительно произведения авторов города Анапы и Анапского района. То есть есть для каждого желающего возможность напечататься, быть услышанным и впоследствии пойти по новым ступеням своего развития общества. Ярким моментом презентации стало выступление вокального ансамбля «Радость» под руководством Людмилы Куликовой из Центра детского творчества. Дети исполнили песни, написанные анапскими авторами. Надежда Казанина на этом вечере предоставила слово юным поэтам, победителям творческого конкурса «Вдохновение». Своей мечтой перенестись в древнюю горгипию поделился ученик второй школы Тимофей Пивоваров. Мне снится, будто я нашел старинный храм, там надписи, осколки, монеты тут и там. В горах нашел я место, где древний жил народ, нашел пещерный город, а там подземный ход. Бывает, помечтаю, как я в огромной льдине. Нашел останки манта, отправился в пустыню. С удачным дебютом ребят поздравила специалист Центра детского творчества Лариса Стаценко. Юным поэтам вручили авторские экземпляры альманаха. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа. Регион.